Всем привет! Сегодня у нас с вами DIY. Будем делать плату, которая нативно управляет адресными светодиодами и добавляется в Apple HomeKit. Данный проект я нашел на сайте GitHub, автор его HomeKit. И сейчас просматриваем его страницу. Проект достаточно несложный, есть все описание, то есть есть подготовленные проекты, то есть есть Википедия, где можно посмотреть, как изготовить. Вот, автор уже подготовил свои платы разных вариантов, тут накопилось. Предоставлена схема принципиальная, то есть схема достаточно простая, но навесным монтажом мы заниматься не будем, а все-таки сделаем как бы плату. Таких плат уже есть несколько видов. Вот, например, первая версия платки была, вот, например, вторая версия платки была. Вот, и есть версия платы номер 3, которая мне больше всего понравилась и на которой я остановлюсь. Во-первых, тут идет одно питание и на ленту, и на контроллер, что мне понравилось. Во-вторых, стоит защитный предохранитель в случае какой-то перезагрузки или замыкания. Вот, и я решил это дело повторить. Плата выглядит вот таким вот образом, но я все-таки решил не полностью копировать проект, а переделать плату под свои нужды. Во-первых, данная плата предусматривает установку трех контроллеров. Как видите, ESP12E, ESP07S или же ESP01S. Я остановился на контроллере ESP12E и поэтому все ненужные элементы со своей разводки выбросил. Еще данная плата подразумевает использование типоразмера 0805. Я ими редко пользуюсь, у меня в основном 1206, поэтому свою плату я тоже решил перерисовать под этот типоразмер. Для каждого из вариантов плат на сайте есть таблица с переченью элементов и арматуры, которая необходима. Я решил сплату переделать под типоразмер деталей, которые у меня есть в наличии, а те детали, которые как бы уникальные и нужны в этом проекте, да, заказать на Алиэкспресс. Ссылки оставлю под видео. Плату я сделал по образу и подобию версии номер 3, но подогнал под типоразмер 1206 для мелких деталей и также оставил возможным подключить и впаять только контроллер ESP12E. Вот. Другие разъемы были с платы удалены как бы и упразднены. Пока я перерисовывал платы, подгонял под размер деталей, которые есть в наличии, травил, наносил маску, подоспела посылка с Алиэкспресса с компонентами для данного проекта. Давайте откроем и посмотрим, что нам будет необходимо. Посылка тоже пришла сгруппирована, то есть я накидал несколько позиций и доставили все в один день одной посылкой. В данной посылке у нас контроллер для данного проекта. Это непосредственно ESP12E модули. Взяла их 3 штуки, то есть с запасом. Дальше нам понадобятся разъемы питания, которые нужно будет впаять на нашу платку. Примерно вот таким вот образом. Для защиты от перенагрузки или замыкания на плате установлен предохранитель. Ну, наверное, нужно будет расширить отверстие, но тем не менее, то есть он сюда поставлен. А вот и сами предохранители. Предохранитель 10 А, размер 5 на 20. А вот стабилизаторы напряжения на 3,3 В для того, чтобы с 5-ти вольтового блока питания получить стабилизированные напряжения для контроллера ESP. Это чип АМ-74, по-моему, которому тоже предусмотрено место на плате. Итак, основные компоненты подъехали. Мелочевку я достал и со своих старых запасов. И, в принципе, уже можем начинать сборку платы. Я раскидывал элементы по плате. И уже можно даже представить, какая плата будет и как будет выглядеть. Начинаем сборку. Итак, у нас получилась вот такая вот интересная плата. По-моему, все получилось очень даже культурно, компактно. Вот элементы расположены достаточно плотно. Есть обычный вход под обычный блок питания, то есть не через USB питать. Есть защитный предохранитель, который идет по цепи, то есть на диоды. И в случае какого-то КЗ, то есть или каких-то нюансов сгорит предохранитель. Ну и дорожки, которые питать будут светодиоды. То есть что масса, что плюс. Достаточно тоже толстый. То есть не как на обычных модулях ESP8266. Осталось прошить. Прошивать, как и коробочки сонов, будем вот таким вот TTL-программатором. Через командную строку с помощью программы ESPTool. Чтобы ввести плату в режим программирования, вставляем штырьки, соответствующие разъемы RX, TX и массу. Потом вставляем USB в порт компьютера, зажимаем клавишу и подаем питание. На странице проекта в папку своего пользователя скачиваем три файла. rboot.bin, plan.config.bin и letstrip.bin. Далее в командную строку вставляем код прошивки, соответственно с правильно указанным портом вашего программатора и путем, где лежат ваши файлы прошивки. Весь процесс прошивки занимает не более 40 секунд. И последней вишенькой на торте будет вот такая вот наклеечка с кодом HomeKit устройства. Можем подключать. При первой подаче питания устройство мигнет диодом и начнется внутренний процесс установки. Спустя пару минут пробуем подключиться к нашему устройству. Заходим в Wi-Fi и ищем точку доступа с названием HomeKit и цифрами. Цифры это последние цифры MAC адреса. Пароль для подключения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Как правило, браузер сам перекидывает нас на адрес 192.168.4.1. Если это не происходит, то можете зайти вручную. Здесь нам нужно ввести количество ствитодиодов. Я использую 64. Сеть HomeKit пропадет и устройство перезагрузится. Теперь пробуем добавить его в умный дом Apple. Добавляем комнату. И даем ленте название. Как видите, в комнате детская у нас появилось устройство лампочка и назвал я ее матрица. Сейчас эту матрицу и подключим. В приложении HomeKit мы можем по сути менять только цвет и изменять яркость. Но это уже лампочка на адресных светодиодах. Также доступна температурная, то есть теплый, белый, холодный, белый, средний, белый. Все самое интересное нас ждет в приложении ИВ. Выбираем детскую, находим наше устройство матрица. И вот тут можем менять эффект. Всего таких эффектов можно установить 54, считая нулевой. Интересный эффект переливания радуги. Например, номер 9. Для того, чтобы его прокинуть в умный дом HomeKit, нужно его сохранить как сценарий. Добавить действия. Комната детская. Вот. И эффект нужный. Он под номером 9. Добавить. Далее. Присываем ему значок. Давайте сделаем еще какой-то эффект. Присываемся. 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 Как видите у нас в HomeKit появились наши сценарии и мы можем одним движением включить либо эффект червя либо эффект радуги. Также мы можем управлять цветом с помощью голосового ассистента. Светильник матрица синий. Матрица красный. Свет матрица синий. Свет матрица красный. Места где можно применить данную плату ограничены исключительно вашей фантазией. Это может быть просто лента которую вы будете использовать как подсветку в интерьере. Компактная матрица из которой можно сделать какой-то прикроватный светильник. Либо же это могут быть большие и объемные панели для декорирования всей стены в комнате. Если вам понравился материал из данного видео поставьте лайк, оставьте комментарий. До новых видео, до новых поделок. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok